Добрый день! Благодаря голливудскому кинематографу, многие из нас имеют представление об айкидо. Однако, соответствуют ли они действительности, вот в чем вопрос. Благодаря голливудскому кинематографу, многие из нас имеют представление об айкидо. Он подразумевает в первую очередь зрелищность, море крови, сломанные руки, перебитые носы. Это спрос, агрессия, убийство. А айкидо это не агрессивный вид, но даже в сути айкидо заложено это не нападение. Что бы там про него ни говорили, а все же Сигал, безусловно, является большим мастером, что подтверждается его приглашением выступить на ежегодном международном фестивале айкидо. Его судьба в единоборствах покрыта паутиной множества слухов и мифов. Однако известно, что он обучался технике йосинкан, наиболее традиционной жесткой школы айкидо. Успехи Стивена Сигала в этой области были столь велики, что одно время, в доголливудский период своей жизни, он преподавал айкидо в Японии, что кажется просто невероятным, учитывая весьма ревнивые отношения японцев к своим традиционным воинским искусствам. Собственно, для посвященных один этот факт автоматически снимал вопрос о степени мастерства Сигала. Легкость, с какой голливудской звезда швыряет своих низкорослых противников, может вызвать подозрения в надувательстве. Однако взыскательная японская публика моментально раскусила бы подвох. Кроме того, замечу, что красивые полеты вызваны тем, что мастер использует энергию нападающих и направляет ее в нужную сторону. Настоящий воин должен быть всегда на чеку, поэтому в айкидо приемы отрабатываются не только в стойке, но и в положении сидя. В айкидо большое внимание придается обучению новичков технике перемещения на коленях. Смысл этих упражнений непонятен непосвященному, однако рациональные жители страны восходящего солнца ничего не делают так просто. Как известно, в своих домах японцы успешно обходятся без стульев, поэтому сидят прямо на циновках татами на коленях. Это, впрочем, не страхует их от неожиданного нападения. В этом случае обороняющийся должен суметь что-то противопоставить агрессору. Существует два направления борьбы сидя. Сидя против нападающего, стоящего на двух ногах, ханми-хантати-ваза, и сидя против стоящего из положения сидя, сувари-ваза. Принято считать, что на высших ступенях мастерства специалист айкидо способен не только эффективно выкручивать руки и бросать противника, но и бороться с ним с помощью энергии Ки, практически не прибегая к физическому воздействию. Как известно, термин айкидо можно перевести как путь сосредоточения энергии. По восточным понятиям, жизненная энергия Ки свободно циркулирует по определенным каналам человеческого тела. Подобно тому, как звук и свет передаются волнами, несущими некое количество энергии, человеческий мозг генерирует Ки. Считается, что после определенной тренировки эта энергия может быть послана на расстояние, подобно пучку, светоспециальным усилиям мозга, или же сконцентрирована в любой части тела. Если обычный человек постоянно рассеивает свою Ки, отвлекаясь на различные, ничего не значащие стимулы, то истинный мастер айкидо в нужный момент концентрирует энергию в нужном месте. Для того, чтобы механизм работал, мастер должен уметь не только концентрироваться на определенном объекте, но и уметь вычленять его из многих прочих, а также в случае необходимости быстро переходить от одного к другому, полностью освобождая свое внимание. В этой связи часто цитируется присказка старых мастеров в том духе, что разум человека должен быть подобен незамутненному зеркалу. Верна эта теория, и притворима ли она на практике, европейцы судить трудно. Впрочем, мы предлагаем каждому смотреть и трактовать виденное в любом направлении, и плоскости. Камурай, оставшийся в бою без мяча, не должен стать легкой добычей соперника, поэтому в айкидо так много приемов, направленных на отражение ударов сверху. Обилие приемов с мячом и против мяча в айкидо не случайно. Дело в том, что отец нынешнего глава айкидо Кисимаро Уисиба, который демонстрирует отражение атаки, вооруженного мячом соперника, создатель айкидо Морисей Уисиба в молодости не только овладевал клановой техникой айкидзюцу под руководством великого сака Кутакэда, но и обучался фехтованием в школе Ягю Сенкагю Рю. Впрочем, в любой школе дзюдзюцу, как военного искусства самураев, есть приемы для отражения атаки мечом. Однако в айкидо даже базовые стойки порой идентичны стойкам воина, держащего в руках самурайский меч. При этом обращается внимание на то, что энергия Ти притекает от ног пальцем рук. Механизм отражения как рубящей, так и колющей атаки противника сравнительно прост на словах, однако очевидно, что на деле исполнить его можно лишь после многолетних тренировок. Может быть это кому-то покажется странным, но главное оружие специалиста айкидо – это его ноги. Кстати говоря, работа ног айкидока самым тесным образом связана с концентрацией энергии ки на нижней части живота, называемой танден. Из танден ки посылается в случае необходимости в любую часть тела. Человек, сконцентрированный на танден, как бы направляет свой центр тяжести вниз, благодаря чему становится необычайно устойчив. В этом состоянии айкидоком должны выполняться базовые перемещения тая собаки, в которых сочетаются круговые движения бедер и вслед за ними ног – суриаси. Благодаря этим перемещениям айкидок уходит от атаки соперника, выполняет захват, совершает проворот тэнкан, с помощью которого агрессор взлетает в воздух. Однако противник отправляется в полет не только благодаря правильным перемещениям айкидока. Еще в XI веке братьями Минамото-Но-Юсимицу и Минамото-Но-Юсие были систематизированы многочисленные техники, использующие различные замки суставов. Симптоматично, что братья специально исследовали трупы врагов на предмет постижения биомеханики и проверяли свои выводы на необычайно расплодившихся в то время бандитах и разбойниках. Болевые замки суставов, которые используются в айкидоне, обучайно разнообразны и, кроме всего прочего, включают воздействие на болевые точки соперника. Именно благодаря использованию силы инерции агрессора в сочетании с болевыми приемами айкидоки выполняют броски нагая. Таким образом, малейшее отклонение от заданной траектории может привести нападающего к тяжелейшей травме. Может, поэтому в арсенале айкидо так мало атакующих приемов. На сегодня все. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok